Пять секунд. Сложно было бы что-то не угадать. Так что Квапа Гирокоптер, безусловно, должны были здесь быть. Ну и посмотрите на баны, кто спрашивал по поводу Рейс Кинга. Рейс Кинга забанили против Комплексити. А Комплексити удивляют и спросили про Колов, почему Колы могут наказать Клоудов. Потому что Колы необычные, а Клоуда движутся по стандартной схеме. В принципе, ничего не выдумываем, играем как все. На удивление, потому что вроде как составчик крутой. И извините, конечно, меня фанат Эннол Тейла, но на этом Интернешнл он не то что не блещет. Он очень якорно выглядит на фоне всего состава Клауд Найн. К удивлению моему огромнейшему. Пожалуйста, Нави игру прокомментируем. Мы будем комментировать матч Нави. Он будет следующим. Он по плану начинается в 9 часов по Киеву, по Москве. Это следующий матч на нашем канале. Сразу после Клоудов и Комплексити будет Нави против IG. Так что оставайся, будет очень даже весело. Расскажи... Так, ладно, это все не касается игры уже. Вопросы в чате, которые касаются не игры конкретно, будут вне игры. То есть после матчей, где-то между матчами что-то... Может и поговорим. А касательно доты, вопросы будем обсуждать во время доты. Да, точно будет весело. Ну, а в принципе, по пику данному от команды Комплексити Висп добрался под кого-то. Вряд ли это под Кентавра и под СФ обрался Висп. Я думаю, что может сейчас в данном пике появиться Бристлбек в роли Керри. По-моему, было бы очень даже не кисло. Кентавр, Бристлбек это такая вот, наверное, двухмесячной давности мета. Почему бы и нет? Скорее всего... Вот, кстати, вопрос задают, будет ли Тинни в пике. Я думаю, что нет, потому что куда тогда девать СФ? Тинни отправлять на линию легкую фармить? Это не алло совершенно. Висп будет страдать без рун. И Тинни он помочь толком не сможет. А гонять Курьера для какого-то нижнего лайна, когда на миде мидлейнер насасывает, это проблема. Так что, скорее всего, никакого Виспа здесь не будет. Я думаю, что... Кстати, Кентавр у команды Комплексити, как я понимаю, будет на сложной стоять. Мне так кажется. Хотя есть еще вариант для того, чтобы забрать Бриста команде Комплексити. Если Лина отправится в сложную, например, в соло, и такое тоже делается, АСФ будет стоять на миде. Точнее, Кентавр, если отправится в сложную... Перепутал. Кентавр отправится в сложную, а Лина будет в роли саппорта. Она тоже нормально наваливает. То Висп с Бристом мог бы стать на нижний лайн. Но сейчас глянем последний бан от команды Клауд Найн. В принципе, станет попонятнее немного. Колы забанили Лишрака, забанили Нагу. Удивительно для меня забанили Бистмастера. Ну и Дарксир, это уже классическая история, так что Дарксир не удивляет. Ну, от Клаудов есть немного нестандартных банов. Это Легион Коммандер и это Рейс Кинг. Ну и по пику Клауда, в принципе, тоже по стандарту пошли. Единственное, кто появляется не часто, это Леон. А Квапас, Придбрекер, Герокоптер очень часто. Ну и Комплексити. Кентаврам как минимум удивили. А так, в общем-то, мета продолжается. Паджик будет. Да, конечно, будет Паджик. 100% команда Комплексити сейчас заберет Паджика, если Клауда его не забанят. Нет, конечно, не будет никаких Паджиков здесь. Пак отлетает в баню от команды Комплексити. Даже немного странно. Хотя Спиридбрекер не стоячий герой. Это не тот, кто на сложный мог бы залипать. Раньше его брали под сложный, а сейчас его используют, в принципе, как используют того же Баунти Хантера. Он просто бегает по всей карте и дисбаланс вносит во все файты. Так, чтобы стоять на линии, фармить нет. Такого сейчас не предвидится, поэтому Спиридбрекер вполне может быть гуляющим героем от линии к линии. Свен от команды Комплексити. А вот теперь все становится понятно. И у меня вопрос единственный, куда денется СФ, если Свен отправится на мидлейн. Кентавр, скорее всего, будет в сложной. Свен, либо это мидлейн, либо это... Хотя Свен может и как саппорт здесь сыграть, но при наличии виспа лучше, конечно, Свена пробустить в супер дэмэдж. БКБ собираем, даже Мом не так критичен для Свена, когда есть в пачке висп. Так что, очень удивительно действует команда Комплексити. При том, что Тини не забанили, а они взяли все равно керри. Посмотрим, кто будет играть на Свене. Может, это вообще будет какой-нибудь Свен саппорт, а Лина будет при этом мега керри. Тут они будут мудрить 100%, иначе сильно против клоудов стандартная классическая игрой. Комплексити вряд ли вывезут, потому что скиллом они пониже, конечно. Чем составчик клоудов. Лода 09 спрашивает. Как считаешь, удастся ли Нави выбраться из сетки лузеров? Как у тебя дела там, Лода? Расскажи лучше. Как вообще Альянс после? Что с лицом у них? Нави могут выбраться из сетки лузеров, только в Гранд Финал. Поэтому вряд ли Нави выберутся из сетки лузеров, и мы идем по лузерам, так что... А до Гранд Финала есть варианты у них не дойти. Почему Инвокера не пикают? Вроде его апнули, 6.84 патч, его пикают. Его пикают не так уж и редко. Вчера Empire забирали себе Инвокера. Резолюшн на нем отыгрывал. И брали его, по-моему, Юби или LGD кто-то забирал. Это на моей памяти лично, на тех матчах, которые я стримил. Ну и последний пик от команды Фата. Инвокера пикают. Вы немножечко, видимо, просто пропустили этот момент. Матчей много, понятно, за всем не уследишь. Инвокер появляется. Ну и все. Героев разобрали. Фата будет играть на Вайпере. Spirit Breaker это у нас No Tail, как я понимаю. Гирокоптер Eternal Envy, конечно же. И что, Bone7, что ли, будет играть на Клопе в Сложной? Или он от Мизери? Почему бы и нет? Ну и команда Complexity. Для Зизи забирает Свена. И теперь вопрос. Теперь вопрос. Где он все-таки будет стоять? Фрик играет на Веспе. Так, здесь делитесь, ребята. Делитесь, забирайте, разбирайте. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Все, разобрали все героев. Давайте сразу по ролям распределимся и разберемся, кто там на ком. Свиндом Эланс будет играть на Shadowfin D. Это Midlane Zizi вместе с Зифриком будет играть на Свене и на Веспе, соответственно. И отправляются они на Сложную линию. Ну и Moon Minter будет играть на Кентавре, а Флайн будет играть на Линне. Ну, интересная действительно комбинация от команды Complexity. И опять же, об этом говорил я, что они нестандартной игрой. Могут Клаудов просто верх ногами перевернуть. Ну и со стороны команды Cloud9. Eternal Land играет на Гирокоптере. Ожидаем 500 миллионов крипов нафармленных Spirit Breaker. От NoTail'а. Spirit Breaker'а жду. Счет 0-8. В общем, Fata на Viper'е, на Midlane'е у нас будет стоять на Сложную линию. Отправился Bone7 на Квапе. И заметьте, Квапа где только не юзается. Midlane, керри, сложная соло. Везде она хороша. Как и сама по себе, в принципе. Misery будет играть на Леоне. Ну и это, скорее всего, топ-лейн вместе с Eternal Envy. Ну и Envy пока что на Midlane не тусит. Вряд ли он здесь останется. Отправится, думаю, на Легкую. Все, Envy уже побежал на Легкую. Топ-руна, скорее всего, для команды Complexity. Даже без сопротивления какого-то Эклауда забирают нижнюю руну. Ну и против Eternal Envy будет стоять неприятный Sven плюс Visp. По большому счету, Sven сам по себе на ранних минутах не настолько уж и силен, чтобы себя хорошо чувствовать против даблы. Тем более даблы двух рейнджевиков, которые, по сути, его будут харассить. Но в пачке с Vispom, по-моему, все очень даже не кисло. С Фрику не досталось баунти-руна. Вот это вопрос у меня к команде Complexity. Потому что с Фрику теперь просто стоять и ждать, когда все-таки Батла придет к нему. Если еще и выйдут на него, например, на ФБ солью, то и Батла откладывается до, не знаю, до шестой минуты. Ну и Fly уже приходит на топ-лейн. Триплой будет стоять команда Complexity на сложной линии. В легкую отправили в Соло Кентавра. А здесь Боун Севен. Пока вроде в Соло стоит. Ну и Ноутейл, бегающая фигура, уже отправляется на мид-лейн. Уже на Swindle Melons сейчас будет выходить. Для этого Viper как раз третий левел еще должен получить. Ну и Боун Севен уже сейчас, по сути, может врываться на мид-лейн. Swindle Melons на половине хп. Фата его расстреляет. Ну уже готовится, да, Ноутейл? Как я понимаю, крипы сейчас подойдут и будут танковать. И, в принципе, Ноутейл готов побежать. Фата далековато. Не подходит Фата ближе. Понял, что Боун Севен его в могилу затаскивает. Как это обычно и бывает. Боун Севен в последнее время преуспел в этом вопросе. Ну и надо выбрать такую траекторию, чтобы подтолкнуть его вперед. Вот сейчас Ноутейл должен бежать. Побежал Ноутейл на Swindle Melons. Стан по нему. Фата, в принципе, уже не отпускает у нас СС. Ну и Ноутейл переагрил на себя Тавр. Выжил Ноутейл, на удивление. Конечно, но ФБ команда Клоуд Найн на Мидлейне организовала. Вот вам и пожалуйста. Первый фраг, он копейки, конечно, стоит. Но в любом случае психологическую. Психологический такой вот хендикап команда Комплекс Сити упустила. Мун Миндер там лоу хпшный. Квапа с ним шутки шутить не будет. Тем более Боун Севен. Один из наиболее скиловых игроков, по-моему, команды Клоуд Найн. Тоже плохо. Ну и стоять против соло героя Квапе вообще отдых. Тем более стоять против соло милишного героя. Это на курорте здесь вообще Боун Севен. Фармит даже не напрягаясь. Все у него хорошо получается. Даже с контролем тут чудеса какие-то. Уже 12 на 5. Он немножко отстает от Фаты на Мидлейне. Вайпер на Мидлейне, который Свиндл Меланса наказал один раз. Который вообще на расслабоне абсолютно фармит под нейротоксином. И Квапа на том же уровне от Боун Севена. Так что команда Клоуд Найн начала очень даже жестко. Зизи 13 на 2. И дальше Герокоптер 8 на 0. Этернал Энби гнобят. А как иначе может быть? Как иначе? Кентавр от Мун Миндера. Сейчас от Нотейла тоже получит, что получил на Мидлейне с Свиндл Меланс. Ну и по фарму на первом месте пока что у нас Вайпер. 20 на 5 плюс забранный ФБ от Вайпера. Дела по Нетворцу у него лучшие всех идут. И на втором месте Зизи. На удивление. Этернал Энби аж на 4 место отправляется. Вообще Клоуда, естественно, перефармливают своих оппонентов более чем на 1000. Но коргерой команды Комплексити фармит. И это хорошо для них. Эскейпы, если что, есть. Если будет Зизи выфармленный под Виспом, под БКБ Момом, по идее он Клаудов может и наказать. Зфрик подходит на Мидлейн. Вместе со Свиндл Мелансом могут и Фату развалить здесь. Оверчардж прокачан. Прокачан тизер. Пока что Висп не врывается. Ну, без его спирита в тут. Сложновато Фату будет поймать. А теперь, кстати, и можно. Врывается Нотейл на Свиндл Меланса. Сфрик пытается выхилить Свиндл Меланса и получает. А вот вам и Нотейл, кстати. Ворвался на Мидлейн. Огреб. Отхватил. Умирает Нотейл. Но изначально Вайпер забрал СФ. А сейчас Вайпер еще и Виспа заберет. И Тауэр не переагривается на Фату. И Фата уже у нас идет со счетом 3-0. Ну и Флай очень вовремя. Подошел на Мидлейн. Забрал Фату. Размен 2 в 2. Но это на руку команде Комплексити. Флай хорошенько тут по золоту поднялся. 520 сразу. Можно и подумать что-нибудь по вардам. Да и тапок себе хороший приобрести теперь может Лина. Флай по сути спас положение команды Комплексити. 630 по голде. Для колов. И 630 по экспириенсу. Ну и заметьте. СФ достаточно комфортной ситуации здесь стоит. Вроде его и пинают. Но помогают саппорты. И саппорты... Гляньте, а. Вот-вот. Последняя секунда. Варда и отводы не стакнулись. На нижнем споте команды Комплексити. Удачно очень. Клауда расположили вард. Он как раз заблочил последнюю пачку. Вот эту вот. Которую мог бы заблочить. И после этого рассыпался. У Свиндлменса в принципе здесь комфортная ситуация. СНСФ может спускаться на этот спот. Может спускаться на этот спот. Если там есть стаки. Вот. Но для этого должны хотя бы саппорты немножко поработать. Свиндлмелленс. Дальше за Ноутейлом. Но уже на хайграунде игроки команды Cloud9. Тут не догнать их. На топ-лейне Зизия. Идет с крипстатом 35 на 4. На нижнем лине в это время Мун... Ой-ой-ой у Мунминдера просто печаль беда полнейшая. 7-0 счет. По крипам это... Это жутко конечно. Да при том, что Квопа ушла оттуда. Боун Севен уже 38 на 18. Против него Кентавр. 7-0. И то еле-еле тут что-то себе наковырял пока Квопа ушла. Но Квопа с ДДшкой идет. И скорее всего сейчас Queen of Pain где-то у нас появится. На топ-лейн прилетает Боун Севен. Побежал уже Мизери цеплять Зизи. Зизи скорее всего здесь заберут. В него уже и разгон. Есть подкоп по двоим. И минус 2 от команды Cloud9. Ну и NoTail прибежал поздновато уже. Опоздал он на праздник фарма здесь. И своего крипа только от злости может добить. Бедняга NoTail никуда не успевает никогда. Фата и Зфрик огребают. Точнее не Фата, а Свиндл Мелленс и Зифрик отгребают у нас в соло от Фаты. Здесь уже готова Хедр и Аскам. Ну и Мека достаточно ранее должна появиться у Фаты. По тому фарму, который у него есть. По тому количеству фрагов, которые он делает. Ну и вообще по той агрессии от команды Cloud9. Я думаю, денежки у него еще будут. Ну и Ботл наконец-то прилетает здесь для СФ. Как-то долговато Ботла катилась у нас к СФ. Как может 17% если каждый удар баш? Спрашивают в чате. Я не знаю, это обычная уличная магия. БКБ. Ой, БКБ. Ульта точнее от Свена. Фату просто разнесло здесь на куски. Флай, если б наверное с Лагуной был, и Лагуну бы запулил Фату. Тут просто захейтили его моментально. Всем, что было. Ну шансов не оставили, потому что ульта есть у Свена. И надо ее реализовать еще и на Тавр. Ни одним же героем ограничиваться. Мизери видят. И Мизери лоу хпшный здесь. Пошел кулдаун от Этерна Ленви. Ну и для Зизи закончился уже ульт. Поэтому Свен вместе с Веспом отходит. Но забрали мидлейнера, и это хорошо для команды Комплексити. Они проигрывали, и тут хотя бы какой-то кусочек отковырнули от команды Cloud9. Кентавр так больно ему от Бон Севена. Шадоу Страйк первого левела, но здесь Скрим оф Пейн, и Мун Миндер еще не так жестко себя чувствует по Хеллс Пойнтам, чтобы всю эту боль и унижение выдерживать. Бон Севена ловят. И Бон Севен просто тэп-аут. Причем вниз тэп-аут, не на Лайн. Не к своему Тавру. А Зизи уже туда бежал, и мог бы догнать Свиндл Мэн от Свинвизи. Бон Севена нечем ловить, по большому счету. Тут пошел Койл, еще один Койл, и удар по Бон Севену не долетает. Стан не пропрокнул. Зизи им. И лоу-хпшный Бон Севен. Но его просто так не поймать. Бон Севен из тех ребят, которые даже на милишных оффлейнерах зачастую не подставлялся. Если подставлялся, то двоих или троих с собой забирал. А тут на Квапе, чтобы он вам отдался на собственном хайграунде, вот здесь вот возле Секрет Шопа, это, извините, это уже перегиб небольшой. Ну и посмотрим, чем Бон Севен будет отвечать. Он под смоком. Он уже сейчас с Фрика, в принципе, сдувает самостоятельно. Если с Фрик тем более еще и в линию с кем-то станет, то он плюс один фраг к Фрику добавит. Ну, Этернал Энви на гирокоптере перемещается на нижней лайн. 35 на 4 у него счет. Мун Минтер побежал на Этернал Энви. Кулдаун себе под ногу. Ну, Этернал Энви здесь распилят. Ну, Кентавру очень больно. И Мизери. Фингер оф Дэс в Кентавра. Кентавр развалился. Где в это время Бон Севен? Ай, далековато отошел. Он бы здесь просто минус 3 смог бы сделать самостоятельно. Разгон уже пози-зи. Клопа в это время просто фармит крипов в лесу, чтобы никому не достались. Ну, и разгон пози-зи отменяется в следующий раз. 4-6 становится счет. 10 минут прошло, и у нас первый выпуск модного приговора четвертого игрового дня. Назревает. Сейчас глянем. Ловят Фату. Файт придется обсудить. Жалко. Хотелось шмоточки обсудить. А мы обсудим, как разносят команду Клауд Найн. Фата отваливается. Разменивают Фату просто на Виспа. Ну, и зизи тут даже в пачку Свилден Мелланс. Свилден Мелланс не дошел. Бон Севен дабл килл. У него уже доминейтинг стрик. 4-0 для Бон Севена. Ну, все великолепно. Флай еле-еле ушел. Все. Теперь можно и модные приговоры организовать. По вещичкам. Квин оф Пейн от Бон Севена. Уже есть ПТ. Есть Сейдж Маск. 1400 по галде. Спирит Брейкер побежал на Муми Индера. И его здесь убивают. Кекс по нему. И даже напрягаться не пришлось команде Клауд Найн. Ноутейл. 940 на руках. Бутсов Спид есть. Орбов Вином есть. У Мизери. Есть Транквил Буци. И 1150 еще на руках. Фата. Осталось ему до Мекки. 700 золота. У Гирокоптера. ПТ. Ну и больше ничего. Базилка Маджик Вон Танго. Это очень даже посредственные артефакты. Гирокоптер пока у нас не так уж хорошо себя чувствует. Я думал пожестче дела. Идут у Этернал Энви. А нет. 3000. У него 4600 у Бон Севена. Фата 4000. И только потом где-то Гирокоптер на пятой позиции затерялся. Бедняжка. Зизи вместе с Фриком уже подпушили по Т1. Команды Клауд Найн. Ну просто так ничего здесь не получится. Сейчас парочка ТП и No Tail. Я думаю готов уже врываться. Где Бон Севен в это время? Он на мидлейне гуляет. Квапу тянет на мидлейн. Несмотря на то, кто на ней играет. Квапу просто всеми вообще силами тянет на мидлейн. Ей хочется стоять. Вот так вот Тауэр напротив Тауэра. На речку смотреть. Созерцать воду. Это и понятно. Герой очень даже мидлейнер. Бон Севен на Флайя. Развалили, правда, Этернал Энви. Finger of Death от Мизери. В ответ на Луну Блейд от Флайя. Пошел у нас Стампид от Мун Миндера. Сразу же кекс с него от Мизери. Мизери ловит стана. Его надо отдавать команде Клауд Найн. Вариантов засейвить своего тиммейта уже никаких. В плюсе колы. Они проигрывали по золоту. Много. Так что, конечно, они в плюсе будут в этом файте. Ну и посмотрите. Графики перевернулись. С трешки на 2 с копейками. И с двух по экспириенсу на 1200. Тоже, в принципе, достаточно неплохо. Ну хотя, до тысячи преимущества Клаудов. Упало и по экспириенсу с двух до трехсот всего лишь. Ну нормально колы воспряли духом немножко. Это NoTail еще не начал фидить. Сейчас NoTail начнет фидить. Совсем другая история для комплекса начнется. Зизи фармит. У него уже есть Мордик Маск. Мом будет первым артефактом. Кстати, сейчас уже будет приобретен. Через секунду. В принципе, Мом уже может покупать Зизи. А, ему не надо покупать Мом. Мом ему уже летел. У него 900 голды просто. На будущий Огрклаб. Еул появляется у Бонсевана тем временем. И что-то появилось модное у Сефа или у Фаты. К Фате прилетела Мекок, как я понимаю. Да, по-моему. Ну и давайте по команде Комплексити пройдемся. По вещам. Маск оф Мэднес есть у Зизи. Есть у него ПТ. И почти тысяча на руках. В принципе, сейчас уже будет Огрклаб. Дальше будет Блэк Кинг Бар. И нормальная, в принципе, функциональная уже будет машина для убийства. От команды Комплексити. С Фрик. По классике. Боттл есть. Урну в Шадоус есть. Осталось тапочек себе приобрести. Он этим, по идее, сейчас и займется. Мэджик Вон тоже есть. Так что укомплектована аптечка просто великолепного команды Комплексити. Кентавр Варраннер. Транквил Буци есть. Таут Шилд и Мэджик Стик. Ну и у Кентавра уже 2 стона руках после внесенного Тавра. Будет, в принципе, готов Даггер. А сейвить команда Клауд Найн Тауэр, я смотрю, не собирается. Время тянут, а Тауэр сейвить не летят. Кентавр тусуется по кустам. Отдает мне Свиндум Мэлансу, естественно, этот Тауэр. И пошел, пошел, пошел за Даггером. Лина. Аркан Буци. Есть Брассер. Есть Мэджик Вон. Ну и у СФа, в принципе, на Мекку уже всего должно хватать. В это время Боун Севен у нас забирает Виспа. Ну и тут много ли надо было, чтобы Виспа забрать? Квапи, тем более с дабл дэмэджем. Естественно, быстренько с ним справились, но тут даже Соник Вейв не пожалел на Виспа Боун Севен, чтобы далеко у нас Висп не летал. Ну и по Галде Клауда в ноль сходили. По Эксперенцу тоже в ноль. Ульта пошла от Зизи. Фату ловят. Прыжок от Мунмидера. Первая реализация Даггера очень даже успешная. Фаталу хпшный Фату заберут. Боун Севен поймал у нас Стан Бринкау по-быстрому. Врывается Ноутейл в Зизи. Ну и Зизи живет. У него уже нормальное количество хп. 1400. У него реген неплохой. Плюс рядом есть Висп. Так что команда Комплексити теперь может начать переворачивать эту игру. Они и так держались молодцом. Ну и после этого вообще должны быть гораздо агрессивнее и неприятнее. Пошел развал дальше от Мунминдера. Ульта от Свиндл Мелланса. Минус 2 от команды Комплексити в этом файте. Ноутейла поймали. Сфрик лоу хпшный, но выживает. Трипл килл от СФа. Анстапа был от Боун Севена. Забрал Виспа. Но при этом трех героев забрал СФ. И еще один так отвалился в общей пачке. Один в три в этом файте. И до этого Фату еще разобрали. Тысяча голды для Комплексити. И за Фату, я думаю, тоже где-то 500-600 тоже заработали. Зизи и Боун Севен встретились. Но у Квапы все есть, в принципе. Убегать можно. В батле хаста лежит. Плюс Юл есть. Сейчас что? Поднимает, наверное, Зизи и... Юзает хасту и бежит отсюда. И думать как бы нечего. А ну-ка посмотрим. Разберутся, не разберутся. А Боун Севен решил еще крипов подфармить. В принципе, за Ивэйдитстан может. Не успел. Ха-ха-ха. Не поднимает Зизи. Кстати, тут какая-то моднявая штука. Варкрай модный. А почему такой модный? Из-за Иммортал Щитана. Свена. Гад Стрэндж тоже, по-моему, очень даже модный у... Свена, если я не ошибаюсь. Да и пофиг вообще. Все равно Свен смотрится не алло. 17 минут сыграно. Колы выходят вперед. 2 с копейками по золоту. И 2 с копейками по экспириенсу. Вот и пожалуйста. Вот и Клауда, который... Вроде такой состав потрясающий имеет. А тут комплексити. Новенькие, молодые, американские. Что вообще? Дота в Америке. Где это? Где это видано? Только СНГ. Только Европа. Только Китай. А тут американские коллективы совершенно иначе видят доту. И реализация у них ничем не хуже, чем у грандов другого мира. Так, ульта гирокоптера во вражеском лесу. Странно. Кулдаун от гирокоптера просто, чтобы крипов подфармить. Ну, чтобы, наверное, долго не стоять в лесу. Здесь пачка была. Бить руками долго. Флагкэнон тоже долго. Рокетбараж долго. А тут 2... 2 торпеды на голову упало. И быстренько деньги забрал себе и ушел отсюда. 1600 у Этернал Энви. По фарму он на 5 месте. Как был, так и остается. 4600 общий нетворс. Свиндл Мелландс на Этернал Энви. Жалко теперь, да, что кулдаун нельзя потратил на крипов. Стампид пошел от Кентавра. Куда вы? Куда вы? Куда вы? Куда вы? Кент, ты где? На Туплейн. И кого здесь пытались поймать? Фата, Бон Севен. Да все здесь. Бон Севен первый бежит вообще. У него есть блинк, но он пешком просто сваливает отсюда. Ну и вас нафиг вообще. Решил. Ну и на мидлейн прыгает Бон Севен. Соник Вейв у него есть. Рывается на Утэйв. Поднимает себя в Витраква Па. Просто, чтобы за Ивэйди так не делается. Кто-то отвалился, да, в файте. Отвалился в файте Висп. Паузу нажали. Холи щит. От Мун Миндера. Просто отпал. Висп. Бедняжечка. Сейчас вернется, наверное. Сфрик все-таки талантный турнир. Так что там решат вопросы быстро. Просто такая нелепость. Квопа там вот уже, в принципе. А ну-ка давайте на нее глянем. Какой удачный кадр, да? Не всегда в доте такое можно посмотреть. А вот, пожалуйста. Спасибо большое командам за удачную паузу. Я хоть рассмотрю тебя поближе. Мне нравится, как она все время спокойно абсолютно, без каких-либо эмоций на лице. Просто моргают герои доты, когда нажимаешь на паузу. Причем абсолютно в неестественных позах. Мы теперь можем все-все посмотреть. Да, симпатюля, конечно. Ну что, отвал от... Зифрика, по идее, быстро должен решиться. Тут как-то затягивать на лан-финалах это непривычное дело. Но инфы пока никакой не дают. У Квопы, кстати, уже есть Юл. После Юла есть поинт-бустер. Так что, в принципе, по фарму всего предостаточно у Боун-Севена. Он вообще в своей команде слишком хорошо идет, чтобы команда за ним успевала. Фата на втором месте. Так, ладно, хватит уже. Фата на втором месте. У Фаты есть Мека, есть Огрклаб. Пауэртретс тоже у Вайпера, разумеется, и есть. У Свиндл Меланса есть после Мекки Огрклаб. И тут так, в принципе, по чуть-чуть еще накапало. Полторы тысячи на руках у СФа. И, по идее, скоро появится Блэкинг Бар. У Зизина, Свенни, есть Огрклаб, есть Митрилхаммер. Остается 1100 до появления БКБ. Фату мы видели. Этернал Энви на гирокоптере просто печальный абсолютно. Доминатор есть у Этернал Энви. Есть Пауэртретс и пока больше ничего. Там Аквила, но это даже как-то и несерьезно. Вот уже 18 с половиной минуты. Ну и дальше Мун Миндер. Даггер и Форстаф, скорее всего, собирается. Или собирается в Пайп оф Инсайд. Посмотрим. Ну а мы тогда займемся еще. Хватит о познавательном. Давайте просто заниматься чем-нибудь приятным, пока у нас есть пауза. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, кстати, можете, в принципе, по предпочтениям, да, у нас началась группа. Лину покажи. Лина тоже, да, на угаре у нас. Посмотрите, что происходит. Такая пауза дикая вообще случилась. Все просто на абсолютных... На абсолютно упоротых позах. Лина. Квапу зовет. Да, я слышу тебя. Квапа. Ой, жестяк, конечно. Файт продолжается. Вернулся из Фрик. Зайвай дела. Копал у нас Стан. Бон Севен без маны. А куда ты делал ману свой? Бон Севен без маны на Соник Вейв. Бон Севен просто отсюда уходит. Потеряли только Нотейла на мидлейне игроки команды Клауд Найн. Ну и продолжается давление от Кола. Гад Стрэндж еще действует. И, в принципе, на Тауэр здесь должно хватить Гад Стрэнджа. Под оверчарджем. Ой, какой огромный вообще так спид был у Зизи только что. Под оверчарджем. Но это классика для Свена. Плюс виспо, поэтому разваливать будут. Улетает. Улетает Свен. Нет, никуда, кстати. Это просто Варкрай. Я думал, что Свен у нас отправился вниз. Нет, сюда отправился Флай. И Мунминдер тоже полетел дефать Т1 по нижнему лайну. По топу, точнее. Этернал Энви из вражеского леса не уходит. Куда-то денежки делал Этернал Энви. Только что вроде как были хотя бы какие-то копейки. Теперь опять на ноляху. Ноутейл тоже во вражеском лесу. Здесь недалеко Мизери бегает. Боун Севен вместе с Фатой. Пока на мидлейне. Ну и по топу движется команда Комплексити. Для файта, в принципе, у уколов все необходимое есть. Свиндл Мэллен с Меккой. С Томпит есть. У Кентавра есть, в принципе, даггер для Мунминдера. Но осталось ульту дождаться Свена. А вот и она, собственно. Ульта Момы и, по идее, врываться могли бы. Лагуна Блейд. Единственное, что не хватает. Лагуна Блейда у Флая. Но это вопрос маны. Стики есть. Стики заряжены. Так что при случае агрессии команды Клоуд Найн. Колом есть чем их встретить. Ну и Мизери уже врывной. В принципе, даггер есть у него. Как тут Тернал Энви. Не очень. Но Тейл. Тоже, в принципе, пока не очень. Хотя бы есть ПТ. Но у него неплохой экшен был в начале матча. Он в важных мероприятиях поучаствовал. Но как-то все в минус. Ну и еще раз повторюсь. Но Тейл как-то просто жутковато. В составе команды Клоуд Найн смотрится. У него все время отвратительный КДА. По крипам вообще молчу. Ну, естественно, он не фармит. Он супер-пупер саппорт. Только почему-то этот саппорт убивает крипов меньше, чем умирает сам-сам. Вот такая роль. Такая роль. Мне Нотейл в составе команды Клоуд Найн, в принципе, сейчас современного артстайла в Na'Vi очень напоминает. То есть игрок хорошего уровня. Очень хорошего. В хорошем коллективе. Но все игра как-то на минус идет. Яша есть у СФа уже. Я думал, Свиндл Мелленс будет в БКБ идти. Нет, есть Яша. И Огр Клаб, в принципе, может в Сэнш превратиться. А может превратиться и в Блэк Кинг Бар. Яша потом уже до каких-нибудь манта стайлов. Да разовьет у нас Свиндл Мелленс. Хек пошел на СФа. Разгон по нему уже. Сюда летит Виз плюс Зизи. Ловят Этернал Энви под кулдауны. Дерется Зизи. У него есть БКБ. Ну и Свиндл Мелленс лоу-кэпешный. Но при этом живет и уходит СФ живой. Минус 3 делает команда Комплексити. Охренеть. Ноутейл, конечно же, здесь умер. Куда ему было деваться? Все умирают. Что, ноутейл самый жесткий, что ли? 16-12 становится счет. Коллы выигрывают здесь 1500. 2900 по экспириенсу. Как выжил СФ? Я, честно говоря, не понял. И Боун 7 еще отдается. Ну это просто жесть от команды Клауд Найн. Они пошли фидить. И у них это получается просто великолепно. Великолепно. Коллы здесь еще и Тавр заденали. Ну, это трехминутка просто какой-то радости и счастья для команды Комплексити. 870 голды за Квапу получили. А у Квапы, по-моему, он Стапабл Стрик уже был. Да, так и есть. За Боун 7 на 560 получила Лина. Ну и где-то, наверное, какой-нибудь Аганимчик, но уже на подходе у Флая. Есть у него Юл. 1600 на руках. И Флай, скорее всего, в Аганим. Он вот-вот выберется. Ну и на нижний лайн перемещается команда Комплексити. Тауэр здесь сносят. Раз пришли, надо идти на Т2. Мека есть у СФа Сенжиньяша тоже для Жадуфинда готов. БКБ у Зизи откатилось. Гад Стрэндж есть. В принципе, все. Висп есть с тизером, оверчарджем, промакшеном. Так что драться можно без вопросов. Ну и разбивают Т2 игроки команды Комплексити. В это время Флай дежурит просто на центральной линии. И вдруг кто придет, чтобы иметь инфу хотя бы какую-никакую. Ну и колы, в принципе, сейчас могут отправляться на Роху. Забирать Рошана, потом идти сносить топ-лейн. Или хотя бы одну сторону проковырять. Назревает Дракона. Т2 команды Комплексити. Форст Став появляется у Кентавра. Ну, классно. Колы, конечно, идут. Возвращаясь к вопросам, что за чушь ты несешь? Как колы могут обграть Клаудов? Причем здесь IG и прочее, прочее, прочее. Могут. Этернал Энви. Был такой керри. Убивают Этернал Энви. Мега килл для Зизи. И теперь Свен уже с плейдмейлом. И, скорее всего, с планами на Керасу. Становится головной болью номер один для команды Клауднайн. Подвес, пом. Под мекой и всякой дополнительной ерундой. Вот игроков команды Комплексити. Под Стампидом. Сейчас Саганин появится у Кентавра. Да, они просто в пух и прах разнесут Клаудов. В первом матче. Мне так кажется. Поэтому ждем. Ждем смотрим. Пока что Клауда очень неуверенно смотрится. И, кстати, по статье Клауда из 11 карт, 7 выиграли и 5 проиграли. Вот такие вот дела у них. 23 килла, 23 смерти и 56 ассистов у команды. Ну, не очень-то и хорошо, на самом деле. Убивать столько же, сколько умирать. Явно это не для чемпионов и даже не для вторых мест показателей. Гораздо больше должно быть всего. Ну, Леона развалили. Мизери отвалился здесь на ботом лейне. Зачем сюда пришел сам в соло, непонятно. Его делают. Клауда сыпется и это отражается на всех игроках. Саппорты посыпались. И керри становится не алио совершенно. Но и Этернал Энви. Не знаю, есть ли вариант закомбетчить данную игру. Все-таки Герокоптер вроде из тех героев, которые могут комбетчить. Но то, что здесь по фарму происходит, это печать для команды Клауд Найн. Флай на третьем месте, Зизи на втором и Свиндл Мелландс на первом месте. И только потом на четвертом Боун Севен. Фата на пятом и аж на шестом Этернал Энви. Боун Севен, конечно, пыхтит за всю команду, но в соло квапа эту игру выиграть не сможет, мне кажется. Потому что есть БКБ здесь и будет БКБ вот здесь. Или не будет. Орпов вином Свиндл Мелландс носит за собой. 4 тысячи у него на руках, если бы требовалось Блэкинг Бар купить, то уже бы купил СФ. Пока не покупает, и я думаю, что, скорее всего, вот этот шарик превратится в другой шарик. Немножко подороже и немножко подомажащий. Вот этот. Все-таки БКБ купил? Нет, 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 не БКБ, а Утимейт Орп есть. Есть Пойнт Бустер для Свиндл Мелландс. И осталось 700 голды насобирать для появления Айов Скари. Просто пошел в статы у нас СФ и делать нечего. В принципе, будет команде Клауд Найн против СФ. Тут даже БКБ не столько зарешает, сколько это сделает статы СФ. Он с руки развалит теперь, ну, добрую половину команды Клауд Найн. Это точно. Плюс есть Хилка, плюс есть Висп. Бей не хочу. Ну и, конечно, у Клаудов тут тревога должна уже быть. 13 тысяч золота, 13 тысяч экспириенс. Комплексити давят своих оппонентов. И вполне закономерно. А Колы, кстати, к данному матчу из 10 игр 5 выиграли и 5 проиграли. Они на четвертом месте, Клаудан на третьем. Так что им есть за что бороться. Сколько там разницы между командами Клауда? 10 очков комплексити, 7 очков. Если Колы выиграют с счетом 2-0, то они, в принципе, сравняются с Клаудами. А по личным встречам еще и на третье место выйдут. Вот вам и пожалуйста. Там вообще в группе А у МВП Феникс тогда шансов никаких. Фнатиков, Нави. Да там вообще уже ни у кого никаких шансов. А Джинави точно у нас 6-7 место максимум. Кто-то на 5-е может выбраться. Да, здесь, по сути, решается. У команды комплексити выйдут ли они по сетке венеров. Или у них еще будет какие-то там ничтожные шансы. Но все-таки вылететь в лузера. Ноутейл передумал врываться в Свиндл Мелленс. По-моему, правильно. Потому что не вывез бы отсюда. Теперь еще раз Ноутейл отменяет. Теперь Незерстрайк. Ноутейл поворачивается лицом. Встречает стан. Ну и развернулся. Просто молоток лбом ловил у нас спиритбрейкер. Чтоб в спину не попало. Чтоб не было больно. Ноутейл прыгает на Свиндл Мелленс. И выхиливается же Свиндл Мелленс благодаря виспу. А зачем это делать? Под тизером Свиндл Мелленс. Ульта пошла у дон Севена. Пока что сильно битая команда колл. Мекку проюзали. Ну и здесь просто чикзая в скаде. Разваливает Свиндл Мелленс своих оппонентов. Этернал Энви. За слово или его. Станк. Этернал Энви. Фата. Байбэк. Мизери. Фингер оф Дэз зарядил во флая. И лоу хпшный Кентавр погибает. И Свиндл Мелленса могут не отпустить. А где в это время находится Зизи? Зизи на базе. И тут без БКБ. Плоховато. Да, СФ? Тут уже плоховато без БКБ. Висп. Байбэк. Сразу же. Полетел забирать. Вместе с Зизи влетает на секрет шоп команды Клауд Найн. Ну и если побежали за Свиндл Мелленсом. То конечно были бы траблы. Ну и поняли игроки команды Клауд Найн. Что не для того Висп байбэклса. Чтобы просто там на ТП прилететь Тавр подефать. Он привез с собой Свена. Свен в принципе мог бы помочь. СФ очень даже плотно. Ну Клауда отковыряли в этом файте. Много. Они потеряли Т3. Но линия продолжает стоять. И сейчас в принципе посмотрим по графикам. Сколько всего. Пока вот так. Но до обновления ждем. Я думаю что тысячи три-четыре они здесь заработали. Опять же убили Никор героев. Забрали конечно Аегу УСФ. Но ничего за это не получили. Забрали Лину. Забрали Кентавра. Ну и все равно это дороговато стоило. Лина у нас топ-4 по Нетворсу. Как бы. Обгоняет на две позиции Этернал Энви. Это саппорт Лина. Саппорт Лина. А это. Керри Гирокоптер. Ну Тейла убивают. Игроки команды Комплексити с Фрикой Зизи это делают. Стампи пошел от Кентавра. Врыв на Мизери на Мидлейне. Мизери тоже стерли. 24-15. Можно идти в принципе и на одну из сторон Агридса. Минус 2 от команды Клауд Найн. Есть ли байбеки у этих ребят. Ну Тейл без байбека. Мизери с байбеком. Ну и Свиндл Меланс просто пилит барак. Вариантов подойти никаких вообще. Байбекаться никто не байбекаться. Здесь крипы на топ-лейн уже перешли и подпушили. Ну. Ситуация печальная конечно у Клаудов. Делать по сути нечего. Потому что здесь перефарм жесткий у Зизи. Свиндл Меланс тоже по статам очень классно себя чувствует. Дамаги миллион. На Рошана отправляется Клауда, как я понимаю. Роха, а потом одна из сторон вторая. Будет сыпаться. А дальше если все удачно. Для колов конечно же. Скорее всего будет и ГГВП. Немного осталось до Рохи. Команда. Комплексити. Не знаю будет ли ждать или не будет. Рошан здесь минимальное количество времени. Еще будет отсутствовать. Но об этом естественно никакой инфы. Предполагают, что может минуты 3-4. А там всего лишь минутка. Вард поставили если что. Но опять же для Рохи это не имеет ни малейшего вообще. К Рохи ни малейшего отношения. Этернал Энви на Гирокоптере. БКБ. И Хелмов Доминатор. 0-6-6. Ну. Согласитесь. Плоховато. Бон Севен 7-1. Квапа конечно от Бон Севена отжигала до предовремени. Но всему свое время. Есть Персеверансы Квапы в Рефрешер Орб. Как я понимаю Бон Севен движется. Или это будет Ленка против. 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 Или Лотос Орб. Уйди корова. Что ж такое? Со смоками этот Ноутейл. Бесячный. Лотос Орб. Не уверен на самом деле. Рефрешер может быть чтобы два Соник Фейва давать. Чтобы хоть как-то эту игру можно было перевернуть. Бон Севен ловит у нас Сан от Зи Зи. Ну и просто Лагуна Блейд от Флая. Даже думать не стали. Лагуна Блейд от Лины. И он третьего левела. Плюс Аганим 950. Просто впендюрить в лицо бедняжки Квапе. Откладывается Рефрешер Орб. Причем так надолго. Айтерна Лэнви продолжает тут пью-пью по лесу. Ну ситуация печальная для Клоудов. Они еще движутся. Они думают что камбэк из Риэл. Но по данной ситуации практически нет. Свиндел Мэллэн соло отправляется на Рошана. У него уже есть Игл Сонг. В принципе здесь Рингов Аквилла можно продавать. И после убитого Рошана будут деньги на Баттерфляй. По-моему. Сколько здесь? Здесь по-моему 500 копеек. И ему необходимо 950. Хотя Айагу надо забрать тоже. Просто набьет значит рука. Роха падает. Забирает Айагу на Свиндел Мэллэнс. Это второй Рошан. Никаких сыров из него не выпадает. И по идее команда Колл должна сейчас добить Баттерфляй на СФ. И после этого идти заканчивать игру. Квартерстав есть. Фрик покупает себе еще и Владмир. Теперь и Дамага. И плюс Вампирик. Который с последним 6.84 патчем распространяется и на рейдж героев. Так что Коллы укомплектованы ну очень хорошо. Очень. Ну и следующий матч, друзья. Это матч против команды... Команды Нави против коллектива IG. И это вообще барахтание на самом деле в самой канализации группы А. Потому что команды выступают не очень уверенно. И занимают предпоследнюю и последнюю строчку соответственно. Но они одинаково идут. Короче говоря, делят между собой седьмое и восьмое место. Но надо хотя бы решить, кто из них совсем уж не очень. А кто еще ничего так на фоне... на фоне другого? Хотя по идее должны сыграть в ничью 1-1 и на равных и разойтись. Зизи уже с Керасой. У него есть также даггер. Он тут самостоятельный. Теперь без виспа весь сможет цепляться к СФу. А Зизи и сам ворвется в файт, если что. Эквинов Пейн бедняжка пытается дефать, но это все до предовременно. Смещается сюда на Мунминдер. Есть ли... Аганим нет, никакого аганима нет у нас у Мунминдера. Он приобрел себе форстаф. Есть у него Блэк Кинг Ба. Будут просто бежать. В принципе, зачем нужен аганим, если здесь Зизи запрыгивает. Висп тоже залетает самостоятельно. Свиндл Мэрнс собирает вокруг себя всех. Просто, я так понимаю, байт на него. Зизи прыгает на Фату. Фату распилят. Фату убили. БКБ от Зизи. Он носится просто как упоротый. Все это под стампидом. Сейчас еще и тизер от фрика на Свиндл Мэрнса. Теперь и СФ разваливает руками. Ну и, в принципе, сейчас, я думаю, ГГ уже неизбежен. Да, NoTail пишет ГГ. В принципе, это было понятно изначально. Ну и команда Complexity выигрывает первый матч. С разрывом 25 тысяч по золоту. 24 тысячи по экспириенсу. Потрясающе крутыми. Очень даже толковыми мувами. И получилось все у них, в общем-то, по плану. Свин 10-2. Лина 11-3. Это саппорт Лина от Флая. И СФ 7-2. 10 ассистов. 22-й левел.